Замарашка Для меня Замарашка — это история каждого человека. Это Евангелие, рассказанное в форме притчи, так, чтобы взрослые, родители, могли рассказать это детям. Замарашка — это имя главного героя книги. Он живет в мире, в котором все покрыты грязными пятнами, которые проявляются, когда они грубят или думают плохо. А Замарашка очень хочет избавиться от этих пятен. В своем путешествии, чтобы избавиться от пятен, он встречается с притворщиками, скрывателями, указывателями. Но нигде помощи он не находит, пока не встречается с королем. Только король может помочь Замарашке избавиться от всех пятен, от всех, до одного. Но Замарашка видит, что за это самый король платит высокую цену. Замарашка — это история Евангелия, написанная для детей, чтобы помочь им понять грех, благодать, жертву, прощение. Так что простая история объясняет учение искупления в Писании. Мне кажется, если рассказывать эту историю по одной главе, говорить о приключениях маленького Замарашки, то ваш ребенок в своем воображении сам испытает эти приключения на себе. А для взрослых, я надеюсь, что это станет больше, чем просто чтение. И все это станет событием. Помолитесь об этом сами. Празднуйте это приключение как только возможно. Сделайте это время радостным, веселым. Используйте подсказки, которые даны Замарашки. В конце этой книги содержится инструкция, чтобы привести ребенка к Христу. И прошу вас, не бойтесь. У вас все получится. Собственно, в этом весь смысл книги, чтобы вы стали проводником ребенка в этом путешествии. Расскажите им историю Иисуса своими словами, меньше, чем за минуту, и спросите, что они думают. Если они вам скажут, что понимают свой грех, благодать короля, помолитесь с ними простой молитвой, чтобы принять Христа. Пример молитвы и предлагаемые темы также находятся в конце книги. Субтитры создавал DimaTorzok